Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал! Спасибо, что заглянули ко мне! И сегодня мы с вами будем кушать домашнюю шаурму! Яху! В общем, сейчас разрежем ее пополам. Огромное спасибо за спонсорскую поддержку моей мамы! Подпишитесь на ее канал, пожалуйста, если вы хотите, чтобы макбанки были чаще и было больше домашней еды. Ссылка в инфобоксе. Мы хотим, кстати, с мамой приготовить еще и снять рецепт. Рецепт вот такой вот шаурмы. Так, 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 так. Ммм, какой запах пошел! Вы просто посмотрите. Домашняя все-таки шаурма, она не сравнится с покупной. Так. Убираем в сторону и начинаем есть и обсуждать какие-то интересные темы. Вообще, в макбанках, если честно, вот, да, я сама тоже очень люблю смотреть макбанки. И для меня... Не самое главное, знаете, чтобы была какая-то новая еда, какая-то еда, которую я никогда не видела. для меня самое главное, это обстановка. Обстановка. О чем рассказывает макбанки? Я последние два дня очень прям задумываюсь о том, чтобы что-то изменить в себе. я хочу сделать себе микроблейдинг. Я вам до этого тоже говорила. Одна из подруг Шелли она сделала и вообще безумна. Довольна осталась. Я тоже думаю пойти к этому же мастеру. Хочется просто каких-то изменений. Но для ее одно и то же. Вы знаете, раньше у меня была такая мечта ой, здесь острый перчик, как много мама его положила. У меня раньше была мечта вылечить кожу от прыщей. Сейчас уже все. Кожа отличная. Хочу сделать так, чтобы без макияжа, посмотрите, какой острый перчик здесь. Ой, да. Как он горит. Какой он острый, точнее. Хочу по утрам просыпаться и чувствую себя красивой. Сейчас такое не происходит. Поэтому я хочу сделать микроблейдинг, сделать татуаж губ, чтобы не надо было наносить помаду. Нарастить реснички и все, ходить без макияжа. И все, ходить без макияжа. И очень редко в крайних случаях прям делать макияж. Мне настолько нравится состояние кожи без косметики. Очень. мне вот не нравится, когда я снимаю, например, какой-то свой свитер. И он становится белым от тональной основы. Это не значит, что я хочу обходиться совершенно просто без макияжа каждый день, но я буду краситься, но я хочу и без макияжа себя чувствовать комфортно, чувствовать себя красивой. Вот такие вот планы у меня. Один раз в ресторане я видела девушку. У меня всегда как бы появляется желание что-то делать с собой, например, когда я вижу красивых девушек. сидела девушка с парнем. Ну, там под ручку, в общем, видно было, что они парень с девушкой. И девушка была настолько красивая. Минимум косметики. Ну, прям красотка. Опять острый перчик. То есть видно было, что она сделала носик. Ну, чуть-чуть там есть, рука косметолога и все такое. Но все в целом смотрелось очень красиво. Если я буду что-то делать, я обязательно буду снимать для вас видео. А как я делаю? Ну, где я делаю? Я, скорее всего, говорить не буду. Дабы все не подумали, что это реклама, я кого-то там пиарю. Ну, я не знаю. Да и вообще, знаете, рекламировать каких-то врачей, косметологов, это немножко, знаете, опасно. Может быть, я вам порекомендую какого-то врача, который мне что-то сделал хорошо, а у вас будет аллергия или что-то пойдет. Не дай бог, конечно, не по плану. Ребята, как вкусно! Здесь у меня консервированный чеснок. Завтра ко мне придет Шелли с ночевкой. Мы снимем для вас видео. А послезавтра я уже буду снимать видео с Айсель. Я даже, знаете, что подумала? Устроим челлендж, и Айсель говорит, что, мне кажется, в прошлый раз ты мне просто поддалась. В общем, в этот раз будет так. Я приготовлю подарок для Айсель. Если она сможет меня выиграть, есть больше, то я ей это подарю. Если нет, то подарок она не получит. Мне кажется, как-то на деньги спорить, брать у Айсель деньги, это как-то не очень. Опять этот острый перец. еще, кстати, хочу разобрать шкаф. У меня столько всего, знаете, того, что я не ношу. Отправлю хотя бы в деревню. Хотя, как я отправлю? Вход у нас в город закрыт. Не выйти, не зайти. Все из-за этой болезни. Давайте немножко поотвечаю на вопросы, а то я это делаю крайне редко. Все говорите, что я прям сметаю еду на столе. Если честно, для меня в плане дохода без разницы снять два видео или одно длинное, потому что на длинном видео больше реклама размещается и по идее то же самое. Но я как бы исхожу из своих предпочтений. Я люблю короткие видео. 15, ну максимум 20 минут. Когда видео получается длиннее 20 минут, я стараюсь концовку какую-то, знаете, ускорение какое-то. Я думаю, блин, уже как-то слишком длинно получается. Я вот так вот частенько, кстати, делаю. Такого-то вопрос. Как твой парень относится вообще к семье и к браку? Хочет ли он и тебе жениться? Вообще, есть такие мужчины, которые изначально боятся всего этого, боятся какой-то ответственности. Они готовы с женщиной жить вместе, иметь детей. Ну вот именно вот эта вот печать в паспорте для них что-то это такое, знаете, табу. Я, например, сейчас смотрю Дом 2. Сейчас, правда, туда этих взяли Колю этого Степа, по-моему, там, Менщиков или как его там. В общем, после этого я не смотрю, как их взяли, все, я вырубила. не смотрю больше, реально. Ну, неинтересно. Ну, в общем, к чему я вообще это про Дом 2? Там есть девушка, и она прям где-то 2 месяца общается с мужчиной, она уже говорит, что не хотел бы ты на мне жениться, к чему ведут наши отношения. И все вокруг ее как-то осуждают, все говорят, что ты так торопишься, куда ты торопишься? Она просто смотрит, что ему около 30-35 лет, но он ни разу не был женат, как-то к этому тоже, знаете, скептически относится к браку, к ответственности, к этой. Я видела один случай, парень с девушкой встречались 8 лет, и через 8 лет парень сказал, что я не готов к семье. 8 лет, ребят. Если говорить про меня, я не готова столько ждать. И вообще, я считаю, что если мужчина, может, я не права. Я понимаю, у всех мнение разное. Я считаю, что если парень не говорит о планах совместных, на протяжении, например, полгода, то есть у него есть я и есть ты, но нету мы, да, в дальнейшем у нас будет дом. Я не говорю, что прям сразу должен бежать и делать предложение, но можно, знаете, в разговорах уже понять, что мужчина планирует с вами будущее. мой парень отлично относится к семье и все такое. Почему мы сейчас не женимся? Я могу объяснить. Потому что он младше меня, ему надо пойти в армию, потом ему нужно найти работу. и если у человека, у мужчины нет работы, как он может содержать семью, детей и все такое. Как же вкусно, ребята! А если парень там годами встречаетесь и ничего такого не говорит, мне кажется, давно его найдите лучше спокойного, нормального другого парня, который действительно хочет семью и хочет именно с вами. Ребята, я наелась. Картошечку, наверное, оставлю, потому что она такая мягенькая. Я больше люблю по-другому, как мама делает. Как она делает фри такое. Всем желаю удачного дня. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Всем пока!